Максиму Денисову всего 7 месяцев. Плановый прием у педиатра его родители стараются не пропускать. Сегодня нужно измерить вес и сделать прививку. В семье Денисовых растут сразу три мальчика. В пользу вакцинации убедились на личном опыте. Очень много случаев, когда другие детки, которые не делают прививки, они болеют чаще, приносят какие-то, переносят болезни. Те, которые мы никогда, слава богу, не сталкивались с ними. Ну и по самочувствию дети даже в осенний период проживают лучше, чем и легче, чем некоторые другие детки, которые не делают прививки. А педиатр Екатерина Измайлова практическую сторону вопроса может подтвердить научными фактами. Да и с осложнениями после перенесенных заболеваний приходилось сталкиваться нередко. При вводе детей мы начинаем с 6 месяцев. Перед тем, как отправить ребенка на вакцинацию, мы ребенка осматриваем, измеряем температуру и берем согласие у мамы. Согласие получено, осмотр завершен, можно приступать к вакцинации. Укол Максим перенес стойко, как и полагается настоящему мужчине. Следующие пациентки – Полине Дубровиной, 1,4. Этот визит к доктору должен подтвердить, что девочка победила сезонный вирус. И если врач поставит диагноз «здорова», родители рассчитывают вакцинировать малышку от ветряной оспы. На сегодняшний день остаются признаки вирусной инфекции у ребенка, и поэтому прививка сегодня откладывается до выздоровления ребенка. Противопоказания к вакцинации есть. Например, аллергия на яичный белок, тяжелая реакция на прививки ранее, признаки простуды. В таком случае лучше сделать паузу и обсудить дальнейший план вакцинации с педиатром. Татьяна Верняковская, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Продолжение следует...